Домовая любовь — это сборник рассказов, повестей и поэм, который объединяет концепцию дома, и дом в этой книге понимается во всевозможных смыслах. Подробнее об этом нам расскажет сама авторка Евгения Некрасова. А я хочу вам рассказать, по какому плану сегодня пойдет наша встреча. Вначале мы побеседуем с Евгением, потом вы сможете задать свои вопросы или, может быть, дать какие-то комментарии по этой книге, может быть, вы читали предыдущие книги. И в самом конце у нас будет автограф-сессия. Книги можно приобрести вот в том углу, обращая ваше внимание. Мой будет первый вопрос, Евгения. Вы сами назвали эту книгу взросло-авторской. Расскажите нам, пожалуйста, что же вы имели в виду и какой смысл вы закладывали в такое определение взросло-авторская книга? Ну, это сборник, сборник, который я, который составился, написался сам по себе за полтора года. Я сама его составила, сама определила его порядок текстов в нем, сама сформулировала концерты. Мне кажется, что этот концерт здесь более четкий и более понятный, в отличие, например, со своей мамой, потому что там, хоть и не одной общей темы тексты, но они все равно достаточно разнообразны. Они были написаны на протяжении долгого времени, восьми, наверное, даже девяти лет. То есть это был такой сборник проделанного, а здесь сборник, который совпал, написание текстов совпали с моим активным поиском дома и размышлением о доме как таковом. И одновременно с моими очень активными путешествиями, в частности, по России, потому что с тех пор, как я стала так называемым «establish» автор, таким признанным, профессиональным, точнее, автором, я авторка, я достаточно много стала путешествовать по России по книжным фестивалям, в частности они существуют. И сборник написался сам по себе. Я даже слышала некоторые отзывы о нем, что он читается как такой роман, просто в котором разные-разные истории, но они все объединены одной темой дома, и они объединены еще темой какой-то новой, другой героини, которая все время там встречается. И то, что я сама полностью... Я достаточно всегда внедряюсь, вмешиваюсь в процесс, то есть после написания книги, после написания текстов, после редактуры я обычно вмешиваюсь в то, как выглядит книга. Я сама ищу художников, я сама контролирую работу арт-директора, и здесь, в общем, дошло... И я сама выбираю тех людей, которые пишут блёрпы, и я сама выбираю людей, которые пишут претисловие, и я сама выбирала всех людей, и более того, я... В итоге все закончилось тем, что иллюстрация, которую я использовала на обложке, она моя, и дизайн тоже мой. Он, конечно, был просто переведен профессиональным арт-директором, в итоге с доверстом, но, в общем, это такая полностью-полностью мое детище, которое я уже просто точно понимала, как я его задумывала, так он, собственно, и случился. Это получилось так случайно и стихийно, или вы планируете и в дальнейшем создавать полностью книги, сделанные вами от начала до конца? Ну, я бы хотела, да, и я так продолжаю делать, и я сейчас так делаю. У меня скоро выходит, еще буквально через полмесяца, через месяц выходит роман «Пожа». Я тоже там очень сильно контролирую, собственно, все, что происходит. Ну, с текстом понятно, но с обложкой... С обложкой в частности. Для меня это важно, потому что мы должны понимать, что текст — это текст, но книга сам по себе, особенно сейчас, когда наступил вот этот цифровой век, когда многие из нас читают... Я сама читаю очень часто тексты в электронном виде, или PDF, или просто, не знаю, там, покупая на Амазоне, если это касается англоязычных, например, книг. Поэтому очень важно, как книга выглядит, потому что это действительно некий такой артефакт, и какой-то отдельный такой произведение искусства, что ли, да? Некоторое время назад вы упомянули, говоря о том, что эту книгу некоторые читатели воспринимают не как сборник разнородных текстов, а как целостную книгу, как целостный роман, что у нее новая другая героиня. Скажите, пожалуйста, какие бы вы могли назвать черты этой новой другой героини, чем она отличается от ваших предыдущих героиней героев? Ну, как ни странно, мне кажется, что она, может быть, не сильно отличается именно от моих героиней героев. Просто, наверное, здесь существует некоторая концентрация, потому что если в «Калече и Малече» героиня – это ребенок, в «Сестромаме» очень разные герои, и дети, и взрослые мужчины, и взрослые люди, и совсем молодые люди, то здесь это чаще всего именно героини «Моя ровесница», да, которые, конечно, там разные героини с некоторыми, с некоторой разной судьбой и с разными целями, но очень важно, что, в общем, это новый тип героини, который определяет, наверное, не только моего текста, очень часто определяет, не знаю, тексты некоторой, не знаю, антонязычной терапии, которую я читаю, и то не всегда, когда жизнь героини не, что очень важно, то есть героини и женщины не основана исключительно, точнее, совсем не основана на романтическом сюжете, то есть внутри, например, романтической связи и даже не основана внутри материнства, да, каких-то таких процессов, а ее цели, ее интересы, ее мечты, они какие-то совсем другие, например, поиск дома, поиск профессии, поиск, собственно, ну, сейчас это так очень широко, наверное, будет звучать, но какой-то поиск собственной идентичности, то есть поиск себя, да, и мне кажется, что это то, что происходит, ну, это логично, то, что происходит, во-первых, с нами, со всеми, с современными, да, с женщинами, а во-вторых, это то, что происходит, поэтому это логично, что это то, что должно приходить в литературу. Я думаю, что читатели, которые знакомы с вашими предыдущими книгами «Количина Малечина», «Сестрамам», которые, может быть, читали ваши рассказы просто отдельно вне книг, в каких-то журналах, интернет-изданиях и так далее, они, наверное, воспринимают вас как писательницу, которая творит в направлении фикшен. Скажите, пожалуйста, есть ли в новой книге нон-фикшен, автофикшен что-то непридуманное, невымышленное? Ну, очень важно, что я не занимаюсь написанием автофикшена, я занимаюсь фикшен, хотя, мне кажется, сейчас это уже стать таким аргинальным жанром, как ни странно, но, разумеется, всегда я закладываю некоторый свой опыт, опыт, в первую очередь, эмоциональный, и, как ни странно, там довольно опытом моего бытового, опять же, за последние полтора года я пыталась, извините, а можно потише чуть-чуть? Очень-очень кричите, да, спасибо. А как ни странно, я, в общем, просто пыталась в последние два года, я пыталась купить себе квартиру в Москве, я очень много побывала в чужих домах, знаете, когда ходишь с риэлтором, ну, даже когда ходишь, пыдаешься снять квартиру, ты оказываешься в чужих домах, и ты видишь, как люди живут, ты понимаешь очень быстро, по какой-то причине, хотя не хочешь, какие у них взаимоотношения, почему они продают квартиру, почему они разъезжаются, и, в общем, вот это все, и ты оказываешься посреди чужого быта, и тебе приходится еще на этот быт чужой как-то, ну, так, зафотошопить, представить свой, что ты можешь здесь делать, как ты вообще можешь здесь жить, и вот это ощущение, и вообще эстетическое восприятие дома, и эмоциональное восприятие дома, дома как интерьера, дома как экстерьера, это, вот это мое ощущение, да, вот эта, собственно, мечта о доме, и в том числе, опять же, из-за моих путешествий удивление другим домам, собственно, там очень много есть именно моего эмоционального опыта, да. Скажите, пожалуйста, мне кажется, в сознании присутствуют такие два соседних понятия, два родственных понятия, дом и семья. Не было ли у вас мысли пойти дальше и писать не только о доме, но и о семейных связях, о том, в каком виде они существуют в современном мире, может быть, посвятить этому несколько рассказам именно такому углубленному взгляду в современные семейные связи? Ну, я написала уже одну книгу, мне кажется, о семье, скорее, об меняющейся семье, да, собственно, сестра-мама, так или иначе он был, о разрыве каких-то прежних семейных отношений, об изменении семьи. И, так или иначе, здесь тоже очень много, на самом деле, семейных, так или иначе, историй. Разумеется, в первую очередь, это взаимоотношения матери и дочери, в первую очередь, это потому, что, мне кажется, такие вообще просто архотипичные взаимоотношения в России и очень всем понятные одновременно. А во-вторых, ну, собственно, может быть, кто-то знает, я являюсь соосновательницей, со-кураторкой школы литературных практик, и мы вот буквально только что издали книгу «В издательстве есть смысл» с нашими партнерами, которая называется «Одной цепью». Это, собственно, сборник наших студентов и преподавателей о семье. Там, собственно, есть тоже мой рассказ о свадьбе. И, безусловно, когда касаешься темы дома, это то, что касается сборника «Домовая любовь», то, конечно, там, где дом, действительно, там и семья. И здесь есть очень разные вариации семьи. Тут даже есть семья, как ни странно, потому что семья – это, как я уже сказала, поскольку это очень меняющееся явление. Здесь даже есть семья, которую создают, ну, то, как я ее называю, живичка, молодая женщина и домовиха, да, в итоге. То есть люди, которые просто живут, точнее, существа, которые живут вместе в одной квартире. Это, собственно, и есть поэма «Домовая любовь», в честь которой была названа эта книга. В вашей книге есть не только тема дома, но и тема архитектуры в целом. Например, героиня вашего рассказа «Силу мечты» специально едет в город Иваново, столицу конструктивизма, для того, чтобы полюбоваться на эти прекрасные, очень оригинальные дома, созданные еще в советскую эпоху. Героиня вашего рассказа «Младые руины» сама занимается архитектурой и советую всем прочитать этот рассказ. Она не просто занимается архитектурой, она делает это очень таким оригинальным образом, я бы сказала, магическим образом. Скажите, пожалуйста, почему среди всех видов творческой деятельности вы выбрали именно архитектуру и тоже решили вот так направить на нее свой авторский взгляд? Ну, я давно интересуюсь архитектурой, мне все время кажется, что если она не стала писателем, или если бы я не стала сценаристкой, я бы, наверное, стала архитекторкой. У меня даже был какой-то несколько лет назад, у меня был какой-то порыв, я подумала, что надо пойти выучиться на архитекторку. Потому что, мне кажется, это такая прекрасная, удивительная профессия, где творчество и создание чего-то абсолютно нового сочетается с таким серьезным инженерным расчетом, с одной стороны, моя девушка была инженером, таким изобретателем, настоящим таким инженером, поэтому для меня это, мне кажется, что... Я очень люблю придумывать, короче, делать всякие штуки. А еще это то, что-то очень сильно направленное на людей. То есть это очень социально значимая история, потому что, когда архитекторы защищают свой проект, они очень часто прописывают социальную значимость, почему это важно для кого, это важно для которой и так далее. Ну и у меня есть огромное серьезное недовольство того, как выглядит наш жилой фонд в основном, но за исключением исторического, и то некоторого исторического даже у фонда. И поэтому я очень много думаю про архитектуру и рассматриваю архитектуру. Я всегда, пожалуй, когда путешествую, смотрю на архитектуру, будь то разные города или разные страны, поэтому и это настолько важно, где ты живешь. Не только интерьер, но опять же экстерьер, и как выглядят не только двудомные дома вокруг, потому что это создает среду, и это создает вообще взаимоотношения между людьми. Это очень сильно влияет на то, как ты общаешься с людьми, какое у тебя настроение, какое настроение у твоих соседей, и какие у вас в конце концентрации взаимоотношения. Поэтому, разумеется, это безумно важно. И уж если рассматривать тему дома, то без архитектуру никак не обойдуешься. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, появились ли у вас вопросы к Евгении. Да, я подойду с микрофоном. Здравствуйте, Евгения. В вашем творчестве очень много фольклорных образов. И исходя из этого вопрос. Какая ваша любимая русская сказка, и какой сказочный образ было бы интересно послушать? Спасибо. Это хороший вопрос. У меня никогда не бывает одной какой-то любимой русской сказки постоянно. Но временно я выбираю себе вот в данный период. Мне очень нравится «Крошечка-хаврошечка». Я очень много о ней думаю, потому что мы сейчас еще и рассматривали, у нас сейчас идет экологическая школа литературных практик. Мы очень много думаем сейчас, и я много думаю. Кстати, в частности, «Домовая любовь» – это достаточно, ну, там экологические тематики, там тоже достаточно много. В частности, в поэме «Музей московского мусора» и в рассказе «Крошечка-хаврошечка». Я вот сейчас это «Крошечка-хаврошечка», но... Это тоже, кстати, очень дом своеобразный. Ухи, коровы. Да, 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 но я даже... Вы знаете, что там в одной версии коровы, а есть такая более старая версия, более жесткая, где-то, на самом деле, материнский предок. Это или мать, или бабушка, что особенно страшно. Потому что это очень экологическая, на самом деле, сказка тоже. Вот, вот, пожалуй, она, наверное, на данный момент. Ну, друзья, еще вопросы к Евгению Некрасовой. Пожалуйста. Вопрос такой, не знаю, задавали или нет, но если задавали, остановите меня. Как вы относитесь к поэзии? И смешиваете ли вы поэзию и прозу? И есть ли для вас в этом смысле какая-то грань, да, вот, интересная? И можете ли вы себя называть отчасти поэтом? В каком-то смысле. Спасибо. Хороший вопрос. Я не знаю, я никогда, наверное, не ощущала себя поэтессой, по той простой причине, что я довольно много знаю настоящих прекрасных и важных поэтесс. с Оксаном Асякиным, например, Людалю Рейнгу, которые действительно делают некую революцию, уже сделали в современной поэзии. Но я иногда был слышен, что попадается в такой материал, и такая, ну, собственно, это случилось со мной, когда мне нужно было написать что-то довольно быстро и очень много собрать материалов в один текст о городе, о колонне и о мусульных бунтах, которые там происходили одновременно, о Марине Мнишек и так далее. И вот тут я поняла, что это было два года назад, и тут я поняла, что, ну, у меня не получится здесь написать рассказ, на роман у меня нет времени, я была в арт-резиденции, у меня было только две недели. И таким образом я впервые в жизни, до этого я делала некоторые как раз поэтические ставки в прозаические тексты. Чаще всего они выглядели как некие песни, которые, например, исполняют какие-то герои. Очень часто это были переработки каких-то фольклорных текстов. Но я, собственно, в Коломне впервые я тогда написала такой достаточно большой поэтический текст, поэму, да, и который называется «Музей московского мусора», который, собственно, здесь есть, который посвящен, ну, как мы воображаем, музею московского мусора, того самого мусора, который возят в Коломну в пять раз больше, чем может принять местный колигон из Москвы. И как-то с тех пор я как-то, ну, видимо, не могу остановиться, и я пишу поэмы, но не так часто. Здесь, в частности, есть три поэмы. Музей московского мусора «Домовая любовь», которая дала название сборнику, и культурный слой такой. Кстати, вот культурный слой, да, вот автофикшн, если спрашивать бы, автофикшн, это такая абсолютно автофикциональная поэма о моем собственном доме, о моей собственной семье. Вот. Поэтому я, конечно, иногда пишу поэтические тексты, но все равно я в общем и целом считаю себя писательницей и чувствую себя все равно более уверенно, конечно, в просьбе. Большое спасибо. Я пока продолжу задавать свои вопросы, а потом обязательно передаю микрофон в зал, если кто-то еще захочет задать вопросы свои. Скажите, пожалуйста, еще несколько минут назад Вы упоминали о том, что архитектура имеет социально значимую функцию. Насколько вообще, на Ваш взгляд, имеет влияние облик дома, вид дома на характер человека? То есть влияет ли как-то сам дом на то, как себя человек в нем живущий чувствует и ощущает? Это же не только облик дома, хотя это и облик дома тоже, это сама организация пространства, того, как мы живем, с кем мы существуем. Скорее, да, но тут вопрос о том, что, поскольку я говорю, думаю точнее, чаще всего о жилье массовом, в данном смысле, о жилье, в котором мы чаще всего живем, с Вами, о том, что нам приходится жить, мне кажется, что вот в чем, наверное, важно. Да, конечно, 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 разумеется, может влиять, но человек сам, наверное, определяет это влияние, степень этого влияния, но пространство, оно, которое нас окружает, оно, в общем, бывает добровольно и недобровольно. В каком смысле, я не обязательно говорю про тюрьму или, я не знаю, не дай бог, или про что-то, а мы рождаемся и мы растем в доме родительском, да, чаще, который придумали не мы, а наши родители. И даже если это какой-то очень уютный, прекрасный дом, он все равно не наш, мы его задумали не с точки зрения того, как он выглядит внутри, не с точки зрения, тем более, как он выглядит снаружи, я не знаю, как он у вас, но у меня, я выросла в таком многоэтажном квартале панелек под Подольском и я в каком смысле не выбирала, да и мы родители особо не выбирали это жилье, потому что это был один из последних, которые мы родители получили через завод, собственно, свой. Там они, в том числе, с Кадровым Любопытным, они его строили еще, то есть они там ходили, там сами физически строили, это тоже такая интересная вот эта советская еще концепция, что ты строишь себе сам этот общий, довольно неприглядный дом, но все равно строишь, то есть, с самой стороны, не имеешь к нему отношения, с другой стороны, не ты его вроде бы проектировал. И потом есть первая, первая, твоя первая семья, твой дом, потом ты уезжаешь работать или учиться, или учиться и работать, и ты тоже особо не выбираешься дом, потому что ты живешь в общежитии, лежишь в съемном жиле, то есть опять ты живешь в каком-то не своем доме, не ты его проектировал, не ты его, ну ты можешь купить какие-нибудь симпатичные подушки, там, не знаю, картинку поесть, но по-прежнему это, в общем, и ты это делаешь, а вот довольно интересный тот дом, который ты выбираешься сам, и создаешь себе сам, да, и ты уже выбираешь его внешнюю сторону, точнее, его внешний вид, или ты его себе строишь, или ты уже выбираешь себе, и ты уже сам и сама планируешь, как он будет выглядеть изнутри, и вот это, наверное, ты в каком-то смысле воплощаешься себе в мечту, и мне кажется, что это какая-то общая история вообще для всех, для мужчин, для женщин, и так далее, для кого угодно, другое дело, что женщины относительно недавно сами для себя получили возможность определять дом, с одной стороны, женщины, там, не знаю, глава семьи, глава дома, который сами организует это пространство, но они очень часто организуют это пространство не для себя, а для своей семьи, а мне очень интересно именно вот это, вот это the room of my own, да, вот это, собственно, про то, о чем говорила Вирджини Уолф, не только, то есть и физическое пространство, которое создает себе свое собственное и пространство, в том числе, эмоциональное, но и то, что важно, в том числе лично, для меня, пространство для работы, да. Спасибо большое, я поясню, почему я задала предыдущий вопрос, на обложке вашей книги изображены панельки, и вообще, мне кажется, в современной культуре, массовой культуре, и в литературных текстах, и в рэп-текстах, может быть, там, в кинематографе тоже очень сильен этот визуальный образ, панельки, это место такой безнадеги, безысходности, какой-то в тоне, согласны ли вы с такой трактовкой этого образа, или, может быть, для вас он несет что-то иное, сами эти панельки? Нет, но мы же понимаем, что почему это произошло, потому что выросло поколение, ну, понятно, что уже не первое поколение, но сейчас выросло поколение моё, и, наверное, меня помладше, которое стало рефлексировать на эту тему, и действительно, это стало, это настолько было страшно, хатонически, тяжело после 90-х и начала нулевых, и, в общем, до сих пор продолжает быть, что одновременно с этим научились, вот этим научились и иронизировать, это научились эстетизировать, у меня нет к этому отношения, там, хорошего или плохого, это просто как есть, да, и поэтому мы, то есть, мы понимаем, что это не очень красиво и не очень хорошо, особенно после того, как мы путешествовали, довольно много нельзя, ну, и про миру, и про Россию, потому что в России есть красивые дома, в частности, я не знаю, деревянный модерн, да, какой-нибудь, или те же самые конструктивистские здания, но, но, но нужно понимать, поскольку мы оттуда произошли, то есть, там до сих пор живут наши семьи, там до сих пор живут наши друзья, мы, может быть, там иногда до сих пор живем, да, и вот в этой безликой серости, такой очень расчерченный, да, очень неприглядный, очень массовый, на самом деле, огромное количество разных судей, разных семей, людей, имеющих непосредственное отношение к нашему опыту, то есть, мы научились их, ну, не то, чтобы эти панельки любили, но, по крайней мере, принимать их, и это, это тоже, мне очень нравится, что есть это некая такая разнообразная рефлексия, потому что это означает, что, ну, и мы меняемся, каким-то образом, и, может быть, и наша жизнь тоже будет меняться. Друзья, появились ли вопросы к Евгении, какие-то, может быть, комментарии к нашему диалогу, который сейчас у нас происходил, да? Добрый день, Любовь Ивберова. Скажите, пожалуйста, вы достаточно своеобразно говорите о доме, скажите, что ваш дом, это, есть определение, что такое ваш дом, что в вашем представлении ваш дом, и, как на сегодняшний день, это такая, какая вы есть сейчас? Мне кажется, что мой дом, это тот, тот дом, где я нахожусь в безопасности, да, и физической, и эмоциональной, где я могу работать комфортно, и третье, что очень важно, это тот дом, который я всегда смогу покинуть, если я захочу, сменить его на другой. Вы упомянули такой термин, как экологическая проза, и сказали, что в этом сборнике есть рассказ, который можно как раз подвести в это определение, экологическая проза. Могли бы вы для нас этот термин пояснить, это только ли проза об экологии, или проза, в которой выстраиваются очень бережные отношения между людьми, где все пытаются друг друга охранять, где все пытаются бережно относиться к чужим границам и так далее. То есть, это проза про экологию, или проза про вообще какое-то бережное отношение? Для меня, как-то и странно, экологическая тема стала, ну, когда я впервые серьезно, а не задумывалась, это, собственно, было в Коломне, для меня это, в первую очередь, стало социальным вопросом, потому что, ну, в общем, это, опять же, вопрос дома. То есть, ты всю свою жизнь работаешь, берешь ипотеку, не знаю, заводишь детей, обустраиваешь свой дом, это довольно сложная и требует очень много физических, эмоциональных, экономических затрат. А потом рядом с тобой начинает фонить свалка. И, в общем, это такая, и это, и это, и это такая очень понятная, обычная и очень страшная социальная несправедливость. И ты ничего, и ты непонятно, что именно ты сделал или сделала не так. И тебе очень сильно не повезло. И мне кажется, кстати, что вот одно из первых вообще явлений гражданского общества, которое у нас стало появляться, не вот это вот, не вот эти вот маленькие сообщества, которые мы делаем, да, там, так или иначе, обусловленные теми иными темами, а настоящие, всероссийские, в разных городах, и которые возникли почти одновременно, это именно мусорные бункты. Поэтому, для меня, в первую очередь, это некая социальная проблема, но и во, конечно, во вторую очередь, как ни странно, просто природная, потому что сейчас уже, в общем, не принято говорить исключительно о загрязнении природы, потому что, как пишут некоторые западные философы, исследователи этой темы, мы уже находимся посреди катастрофы, там, ну, уже глобальное потепление, мусор, все прочее, все прочее, уже мы находимся посреди катастрофы, и это, в общем, и к этому надо привыкнуть, но меня поразило, пожалуй, вот это некое понимание того, что еще есть это природное многообразие, в том числе в нашей стране, в которой мы существуем, и мы об этом очень мало думаем, особенно, если мы живем в больших городах, хотя понятно, что мы выходим сейчас даже на улицу, все равно это природа, потому что это воздух, да, в котором мы дышим, и второе, после социального меня поразило то, что я вдруг осознала, я знаю, что это для многих, вы мне скажете, что особенно тех, кто, я не знаю, очень много проводил свое детство и до сих пор проводит свое время, не знаю, где-то в лесу или далеко от города, я попала на Байкале, тоже была в Иркутске на книжном фестивале, я увидела там нерв, в институтном смысле не в нерв-пинаре, разумеется, потому что я ненавижу зоопарки, не в пинаре и цирке, где есть животные, потому что это неправильно, если это только не репутационные центры, которые, да, подбирают зверей, которые ранены, не могут выжить в диких условиях, меня совершенно поразило, что есть какие-то существа, которые точно так же дышат, в которых есть в которых есть какая-то своя собственная сложно устроенная на самом деле повседневность, которые живут в одной же стране вместе со мной и которые настолько отличаются от всего того, что я когда-либо видела, и вот поэтому появился этот рассказ Каматкан, я, конечно, Каматкан это детеныш нерпы, я изучала там очень много и по понятной причине вот этого ивенкийского фольклора, который, конечно, очень завязан на природе и на фауне, в частности, Байкала, и таким образом возник этот текст, когда, ну, мне кажется, вообще очень важно, что когда ты понимаешь, что ты существуешь в пространстве, не обязательно в пространстве одного города, одной области, одной страны даже, что в котором существуют не только люди и даже не только домашние животные, у меня, к сожалению, аллергия на домашних животных, у меня нету нету зверей, а существуют еще вообще какие-то совсем другие существа, которые иначе выглядят, но жизнь которых не менее сложно организована, чем твоя. Скажите, пожалуйста, пытаетесь ли сознательно в своих текстах фиксировать этот мир в состоянии катастрофы или для вас это пока не является какой-то ключевой темой? Ну, я не знаю, мне кажется, мы находимся, всегда находимся так или иначе, но поскольку окей, это сейчас начнется вот это про кто, не про все это, но поскольку мы живем в такой стране, в которой очень много было тех или иных катастроф, и которые, к сожалению, повторяются более маленькие, более крупные, потом катастрофы бывают личные, потом бывают, но мне очень нравится опять же, что мы описывая катастрофу или описывая ее продвижение, или описывая ее ощущение, предчувствие, если угодно, катастрофы, мы, может быть, каким-то образом сможем ее остановить, а описав уже катастрофу произошедшую, мы сможем как-то остановить, ну, остановить, это такая профилактика будущих катастроф. Конечно, мне кажется, это вообще то, зачем нужна литература, по крайней мере, да и в России, да и не только в России, на самом деле. Друзья, появились ли вопросы или комментарии? Да. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я попросила знакомиться, поэтому спасибо большое за мир, за рассказ и за пример, какой-то хороший. Вопрос такой, скажите, как вы думаете, вот дом, в котором, возвращаясь к панелькам, опять же, дом, в котором человек вырос, определяет ли его факты, это скорее прообраз вот этого рассказа, то есть асфальт. Есть такая теория, что если человек растет вот в панельках, то он в последствии он не может принимать позитиву и вдохновение и радость как данность, то есть если он видит позитиву, он тебе не благодарен. И есть вообще такая мысль, что чем, вот скажем так, чем меньше данного человека вот пока он растет в этом доме, тем больше он соединит то, что с ним в последствии случилось. Вот если у вас только мысли, согласны, берем. да нет, мне кажется, что в этом как раз и смысл, что довольно любопытно, что эти панельки это уже такое распространенное сравнение, что они похожи на некоторые соты или если угодно такие металлические или серые бетонные соты и в общем из них это довольно любопытно, что из них вылупляются совсем разные люди, совсем разными представлениями об эстетике и об этике как ни странно и это все происходит благодаря это опять же вопрос про влияние среды на взрослые человека конечно она очень сильно влияет но тут уже все зависит от человека от его образования но образование не в смысле школьного и даже в смысле университетского и даже какого-то самообразования а вообще просто образования как возможность смотреть на разные вещи по-разному возможность воспринимать какие-то вещи от настройки оптики и возможности так или иначе развивать свои собственные интересы что ли да то есть понятно что может быть не у всех есть возможность путешествовать но путешествовать же можно по-разному может быть это будет такая немножко пошло так говорить но есть есть книги потом в конце концов есть очень сейчас довольно любопытное кино особенно любопытные сериалы которые в общем уже приравниваются к хорошему кино ты можешь видеть совсем другие миры и с точки зрения опять же эстетики то есть визуальности и с точки зрения эмоциональности разных какого-то опыта которые будут просто влиять на тебя поэтому я думаю что конечно если спросить меня дальше я бы конечно не хотела дальше жить в панельках но если бы меня спросить я просто не очень люблю когда много людей я поэтому предпочитаю более-менее малоэтажное жилье но это в общем не означает что на всех людей которые выросли в панельках мы будем ставить крест и говорить что как-то что они какие-то другие то есть мне кажется тут еще важно не допустить вот этой не допустить как или иначе этой геттоизации мне как раз очень это классно что мы все такие какие-то разные другие и так далее но самое интересное в человеке конечно не то где он вырос и как он вырос хотя это тоже важно потому что мы знаем кучу прекрасных примеров из мировой литературы книг о детстве разных авторов в том числе и автор в том числе очень о детстве как о неком рае фактически и рае эмоциональном и рае визуальном и так далее и тому подобное но мне кажется интереснее всего то как куда человек двинется дальше собственно как он будет сам изменять свою судьбу и какой он будет себе дом выбирать да и строить его не важно это будет постоянный дом или он будет постоянно путешествовать передвигаться вот это мне кажется самое самое интересное детство важно но важно то как человек себя сформирует во взрослом возрасте друзья есть вопросы Евгений тогда я продолжу задавать свои вопросы с одной стороны может показаться что это не имеет совершенно никакого отношения к вашему новому сборнику но тем не менее вы недавно высказали очень интересную мысль о том что для новой литературы совершенно не похожей на ту которая была создана раньше и даже на то что делается сейчас какой-то совершенно иной вид литературы требуется совершенно иной вид критики то есть должна для новой литературы должна появиться новая критика скажите пожалуйста представляете ли вы себе этот новый тип критики можете с нами поделиться какими-то мыслями относительно этого потому что мне кажется дискуссии именно по поводу критического осмысления профессионального критического осмысления литературных произведений сейчас таких дискуссий практически не ведется а это наверное тоже такой краеугольный камень это кстати хороший вопрос мне кажется это такая тема для большой серьезной конференции или семинара но это кстати очень хорошее замечание что нету действительно про новую то есть про критику пытаются говорить кто-то кричит что критики нет кто-то кричит что критика есть но она исключительно как называется рекомендательная то есть вам выкатывают такие списки что читают и описывают самое ужасное обычно как бы знаете описывают что происходит что происходит читать книгу когда тебе просто описывать сюжет ну это тоже непонятно но я вижу какой-то совершенно удивительный разброд с одной стороны или критика какая-то очень высоколопая и очень как ни странно какая-то ну сейчас я если я скажу то наверное будет непонятно какая-то очень старомодно советская или как ни странно старомодно постсоветская сейчас очень много приходит неких условно говоря обратно левых идей в литературу но таких не советской левых а левых в смысле того самого то что мы так любили в литературе 19 века это внимание к каким-то но внимание не скорее не к маленькому человеку потому что это уже очень тоже старый такой лексикон который тянет за собой кучу а к человеку обычному среднему повседневности опять же то чем я очень часто занимаюсь каким-то каким-то совершенно обычным человеческим практикам повседневным и ритуалом и рабочим и бытовым из которого на самом деле состоит наш из которых на самом деле состоит наша с вами жизнь вот мне кажется что у нас как-то привыкли или вот надо изучать подвиги или каких-то очень маленьких людей а вот какого-то вот этого какого-то среднего каких-то средних ну скажем так героев из которых на самом деле потом уже появляется все что вы хотите хочешь ты герои я имею в виду там не знаю подвиги хочешь еще чего-то потому что я не знаю для меня подвиг это ходить не знаю детей растить и ходить в офис каждый день мне кажется что это вполне себе подвиг да почему бы почему бы нет вот мне кажется что вот такой какой-то критики не не существует потом это уже моя отдельная история очень часто текст рассматривается с точки зрения сюжета который очень важен я большая фанатка сюжетов потому что почему-то принято что должна быть или сложно написанная или там интересно написанная проза но сюжет не обязательно да или наоборот можно писать как угодно со штампами с чем там все равно как но лишь бы был интересный сюжет но я вот у меня есть мечта некоторое соединение этого и это собственно то, чем я пытаюсь заниматься потому что я очень много времени и внимания уделяю и сюжету и тому как текст написан и вот почему-то рассматривается чаще всего не то или другое ведь не всегда но чаще всего вот мне кажется что это это тоже это тоже важно когда будет обращать внимание на то как на язык да на то как написан текст это почему-то происходит довольно редко поэтому да я бы конечно хотела чтобы у нас возникли возникали какие-то новые критики они появляются как ни странно они появляются очень часто из так называемых книжных блогеров не всегда опять же да но это довольно любопытно потому что то что они какой-то отлично там меньше снобизма где меньше снобизма там ну там более широкий открытый взгляд и уже и уже значит человек или люди более восприимчиво к новому друзья к сожалению время нашей встречи подходит к концу у нас осталось мы можем задать еще один вопрос если вы желаете если у кого-то остались вопросы если нет тогда поблагодарим Евгению за эту замечательную встречу я хочу еще раз обратить ваше внимание вот на тот угол в котором продаются книги и там нужно купить домовой любовь сестра вам кажется колечную молечину и приглашаю вас сюда на автограф сессию ваше внимание Продолжение следует...